И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем экспериментировать в симуляторе под названием Universe Sandbox 2. Да, ребята, давно вы ждали серии новых прохождений в данном симуляторе, и вот сегодня у меня интересная затея, которой, по-моему, не было на нашем канале. Мы с вами попробуем и посмотрим, как образовалась наша планета Земля. Насколько мы знаем, я, конечно, не буду сейчас вам перечислять историю того, как вообще появилась Солнечная система. Конечно, у меня была такая задумка, но эта серия растянулась бы, наверное, часа на 3-4, никто бы даже не стал смотреть. Ну, в общем, скажу просто вкратце. Земля образовалась около 4,5 миллиардов лет назад путем аккреции из протопланетного диска, дискообразной массы газа, пыли, оставшихся от образования Солнца, которая и дала начало, в принципе, Солнечной системе. Вулканическая дегазация создала первичную атмосферу, но в ней почти не было кислорода, чтобы животные или какие-то живые организмы могли дышать, как мы и существовать. В общем, сейчас мы с вами проведем небольшой эксперимент. Смотрите, у нас есть планета Земля и есть планета Тея. То есть, насколько я знаю, планета Тея... Вообще, начнем с того. Наш объект, который мы смотрим по ночам, на яркий объект, ночью, Луна. Как она образовалась? Все правильно. Была планета Тея. В общем, скажу так, что гипотетически научно она также образовалась 4,5 миллиарда лет назад, как и другие планеты Солнечной системы. Вот. И, в общем, по касательной она столкнулась с Землей. В общем, давайте мы сейчас это с вами и проделаем. Так. Значит, вот наша Тея, вот наша Земля, да, вот планета Земля. Здесь нету ничего живого абсолютно. Я хотел, кстати, еще расставить модельки планет, то есть, ну, других планет нашей Солнечной системы, дабы это было похоже. Потом думаю, ладно, проведем чистый эксперимент на Земле. Так бы, конечно, было бы круто воссоздать всю Солнечную систему того времени. Итак, давайте, значит, возьмем нашу планету Тею и, наверное, мы сейчас ее немножко, знаете, передвинем. Мы ее передвинем поближе к Земле. Примерно вот так. И посмотрим, будет ли у нас столкновение. Даже можно вот так. Ну что же. Сейчас будет что-то, что-то, что-то. Так, диаметр у нас Земли 5539 километров. Да, поверхность раскалена, состав, твердое тело, ни воды, ни водорода, ничего здесь нет. Ну что же. Поехали. Вообще, от удара планеты Тея, в принципе, и образовался, как бы, образовался наклон нашей Земли в 23 градуса. Ух, я хотел посмотреть, знаете, что, обзор движения. Давайте поставим на паузу. Так, скорость 30 километров в секунду. Так, период вращения 6,5 часов. То есть, планета сейчас очень достаточно быстро вращается вокруг орбиты, вокруг себя. Так, это Земля. Все правильно. Ну что же. Давайте сейчас и как раз потом проверим и наклончик. Ну что же. Посмотри. Планета Тея. Колоссальный удар. Колоссальный. Просто колоссальное столкновение с Землей. Так, наша Земля в диаметре. В диаметре она, по-моему, должна сейчас увеличиться. Да. Я смотрю, она потихонечку все-таки увеличивается. И большие фрагменты, множество фрагментов выкинуло в открытый космос. Ну что же. Все это действие можно сейчас промотать. Так. Я надеюсь, Universe Sandbox 2 не будет... Так. Мне делать мозги и температура должна сейчас на поверхности вообще повыситься. Среди температуры 600-500 градусов. Ну. Ладно. Ну что же. Давайте промотаем время и включимся с вами. Ну что же, господа. Прошло несколько миллионов, наверное, лет. И посмотри. Земля у нас постепенно остывает от удара. Сколько там температура? 899 градусов. Неплохо. И, как я и говорил, у нас образовались кольца. То есть, из этих обломков потом собиралась, собралась даже протолуна. И начала обращаться по орбите с радиусом около 60 тысяч километров. Ну, я примерно сделал то же самое. Тут, конечно, кольца, мне кажется, намного дальше. Хотя, наверное, самое вот примерное расстояние, 60 тысяч километров, это вот здесь. Так. Ну что же. Можно это, конечно, все опять-таки ускорить, чтобы планета Земля у нас постепенно остывала, а все обломки... Я не знаю, кстати, если запустить сейчас чуть быстрее симуляцию, обломки будут падать на Землю, Либо они будут друг с другом сталкиваться и превращаться в небольшой такой каменный комочек, образовывая нам протолуну. Да, Земля в результате удара получила резкое увеличение скорости вращения, совершая один оборот за 5 часов. То есть, даже давайте сейчас посмотрим, сколько у нас... Так, ну, приблизительно у нас получилось то же самое. Если, конечно, Луна образуется, она будет немножко отдаляться, тем самым замедляя вращение нашей Земли. Так, ну, могу что еще сказать. Протяжение всего этого периода образовывались и другие планеты, то есть, мигрировали постепенно. Такие как Сатурн, Юпитер, там, Уран, Нептун. Так, ну что же, давайте опять промотаем время и дождемся образования Луны, и как раз наша планета Земля остынет. Так, поверхность 750 градусов. Да, постепенно остывает. И, по-моему, кольца наши постепенно также сталкиваются. Образовывается протолуна. А вот и, посмотри, образовалась Луна. Посмотри, да, она собирается из всех этих мелких кусков поверхности в результате столкновения Земли с Теей. И, кстати говоря, давайте посмотрим. Мне хочется посмотреть на, значит, движение. Меня интересует движение. Скорость 30 км в секунду. Так, орбитальный период 349 суток. И сейчас наша Земля должна вообще немножко остановиться во вращении. Все время забываю. Период вращения. Период вращения 10 часов. То есть, да, планета немножко замедляется. Постепенно Луна будет отдаляться от Земли. Так, что у нас на Земле? Поверхность 304 градуса. Планета до сих пор у нас раскалена. Бушуют вулканы. Но что-то я не вижу, чтобы планета Земля была раскалена. Ну, не знаю, как работает данный симулятор. Ну, что же, давайте немножко промотаем все. Пускай Луна у нас полностью образуется. Соберет все эти питательные, так сказать, вещества поверхности Теи и Земли в себя. И полностью, наверное, уже сформируется. Земля, Луна образованная. Луна переместилась, по-моему, уже отдалилась от Земли на расстояние, я не помню, 1100 уже от Земли. Так, мне хочется опять посмотреть период вращения. 14,5 часов. Вот наша планета Земля. Ну, тут я немножко, конечно, поиграл с настроечками. Вот. Образовываются такие, представим, что первые континенты. И, конечно же, на Землю сейчас будут падать огромные, огромнейшие астероиды, которые принесут на планету Земля самый необходимый компонент для жизни. Это вода. На поверхности планеты у нас нет воды. Поэтому сейчас мы это с вами будем делать. Давайте возьмем наши астероиды. Можно, в принципе... Так, сейчас подожди. Небольшие объекты, спутники. Вот это, я так понимаю, все кометы и астероиды. Ну что же, давайте запускать вот такие вот приблизительно астероиды на планету Земля, которые принесут первую воду. И сразу будем обращать внимание на состав планеты. Да, у нас потихонечку появляется жидкость. Ну, конечно, поздняя бомбардировка длилась очень долго и принесла огромное количество воды. На планете Земля уже вообще, по идее, должна образоваться атмосфера. А, знаете... Ну, раз так, тогда сейчас мы посмотрим, может быть... Так. Давайте представим, что... Внешний вид. Что у нас образовалась уже атмосфера. Атмосфера. Отлично. Так. Материалы поверхности. Вода, лед, снег. Так. Ну, не обращайте внимания, что здесь горят города. Ну, примерно делаем так, как будто у нас образовывается планета Земля. Так. Запускаем все это мы. И смотрим на поверхность. Так. Средняя температура у нас, кстати, уже 14,5 градусов. Минимальная. Да. Я так понимаю, сейчас уже идет тот период, когда планета полностью обледенела. Так. Давайте еще добавим... Еще накидаем туда комет, астероидов. Кучу просто. Просто кучу огромную. Самое главное, чтобы не переборщить. Иначе наша планета Земля превратится... Вы знаете, в планету Океан. Кстати, недостаточно, по-моему, воды, я смотрю. Да. Идет поздняя такая долгая бомбардировка. Астероидами, метеоритами. Ну, а теперь, я думаю, достаточно нам воды. Луна постепенно отдаляется. И самое главное, теперь нам посмотреть, чтобы наша Земля постепенно, наверное, размораживалась. Так. Так, стоп, стоп. Блин. Это было лишним, наверное. Ну, в принципе, достаточно, наверное, воды. Да. Поверхность. Внешний вид. Так, возраст средней температуры 14 градусов. Период вращения 14,5 часов. Не 24 часа. Орбитальный период 360 суток. Так. Ну что же, на один день у нас орбитальный период уже увеличился. Это уже очень хорошо. Гравитация в норме. Так, подождем. Кислорода, наверное, еще нету на Земле. Ну, я не буду проматывать эти все моменты. Конечно, кислород мы на поверхность здесь Земли не добавим. Можем, конечно, чуть увеличить водорода. На Земле же есть какой-то маленький, вообще маленький, мизерный процент водорода. Так. Ну, давай увеличим. У нас должна вообще планета Земля-то разморозиться. Да, конечно, этот ледниковый период очень долго был. Радиус 6371 километр. Да, я знаю, будете вы в комментариях мне писать. Скай, ты, блин, поставил планету Земля, там убрал то-то, то-то. Я, да, возможно, я это сделал. Но согласись, если не вникать в эти все подробности, в эти настройки, то смотрится очень классно. Не знаю, удалось мне восстановить или нет хронологию тех событий. В дальнейшем появились первые цианобактерии, которые к тому времени, скажем так, образовали кислородный фотосинтез. Появились первые водоросли, первые организмы беспозвоночные. Ну, так что вот как-то так. Конечно, можно было бы сделать полную цепочку тех событий. Можно было бы сделать самую первую солнечную систему, миграцию планет. Но, я говорю, это бы растянулось бы на множество часов, которые вы бы даже не стали бы смотреть. Ну, а за данную серию я попрошу тебя поставить пальчик вверх. Обязательно подписаться на канал. Все. Пока-пока. До новых встреч. Жду от вас комментариев. Пока.